В черте города Щелково В этот радостный для нас день желаю всему личного состава доброго здоровья, успеха в труде, личной жизни, семейного счастья и благополучия. Только счастья, благополучия и здоровья пока нет. А нет его потому, что нельзя современного человека, пусть даже привыкшего к походным условиям военного и его семью, заставить чувствовать себя счастливыми без так называемых бытовых удобств. А удобств нет. То есть отдельные туалеты и ванные комнаты присутствуют в отдельных квартирах офицеров, только пользуются ими сегодня, как говорится, с боем. Про горячую воду забыли давно. Стираем мы тоже. У меня машина простая. Я ее нагреваю, таскаю перед собой ведра кипятка, заливаю машину. Я уже два раза чуть не обварила с этим кипятком. Мне лично это надоело. Качество холодной воды оставляет желать лучшего. Она мне, во всяком случае, не нравится. А что именно вам не нравится в воде? Ну не знаю, я не химик, но, видимо, химический состав все-таки не тот, как хотелось бы. Вкус чая, например, совершенно не тот. А пьете ли вы сырую воду из-под крана? Нет, боже упаси. Ой, да безобразная грязь. Какая вода? У нас вообще есть вода, вы считаете? У нас воды нет вообще в городке. Плохое состояние воды. А что не нравится именно в вашей воде? Ржавая вода. Постоянно пользуемся только фильтром. Конечно, она мне нравится. Я в детском саду работаю, и в том году холодная вода. В яслях вообще. Я вообще не знаю, там не то, что руки после прогулки помыть нельзя. Ну а дома что говорить? Ясное дело. С отоплением тоже беда. Жители на протяжении вот уже пяти лет жалуются, что замерзают в собственных квартирах. Причем столько же лет существует указ президента Российской Федерации о том, что воинские части, не справляющиеся с обслуживанием жилья и коммунальных объектов, должны передать эти объекты в собственность администрации соседних городов и районов. По количеству коммунальных проблем руководители воинской части 26-178 могли сделать вывод, что не справляются, и решили передать городок в муниципальную собственность. Только решить решили, а передать не передали. Но судя по количеству возникающих поломок, заниматься коммуналкой всерьез тоже перестали. Вопрос о передаче городка Щелково-7 впервые встал в 1995 году. И вот с тех пор периодически командиры частей готовят списки, готовят перечни объектов передаваемых, отправляемых, потом они возвращаются обратно и так далее. Только в 1999 году документы на передачу городка возвращались из Министерства обороны и из правительства России, возвращались дважды. Первый раз документы были все согласованы, полностью подписаны главой района, подписаны командиром части, подписаны командующим армией, вернулись, потому что сделаны были не по той якобы форме. То есть, видимо, в это время изменилась форма оформления документов. Сделали все по новой, отправили. Вернулись они 2 месяца назад обратно, потому что якобы теперь уже по новому требованию правительства Российской Федерации эти перечни документов, которые передаются в муниципальную собственность, нужно утверждать Советом депутатов. Утвердили Советом депутатов, без всяких проволочек, без ничего, отправили обратно. И вот, значит, они уже третий месяц ходят, уже опять третий месяц ходят. В принципе, значит, передавать, конечно, нужно и однозначно нужно. Во-первых, значит, забота о жителях, это, в первую очередь, конечно, забота властей города должна быть, это первое. Второе, значит, армия освобождается от несвойственных функций. Действительно, значит, в связи с сокращениями в вооруженных силах, солдат меньше, офицеров меньше, обслуживание котельных, обслуживание, значит, подстанций, это все, значит, нужно передавать в муниципальную собственность. Вот, кроме того, есть указ президента, который четко говорит, что до 1 января 1999 года вообще все городки военные должны быть переданы. Тем не менее, у нас, как всегда, так сказать, в нашей стране это все затягивается, какие-то припоны придумываются, вот, видимо, чиновниками или в правительстве, значит, или в Министерстве обороны, и все это затягивается. А вообще, кто может быть заинтересован в том, чтобы такие припоны строить? Ну, я могу только предположить. Дело в том, что, значит, с передачей городка, естественно, будут сокращения, сокращения войсковой части. Естественно, будут сокращения, значит, будет сокращена, по всей видимости, кэч города Голицына, который занимается, в принципе, только нашим городком. Вот, ну, я не думаю, что это настолько серьезно, что за это припоны ставят. Наверное, нет, по большому счету. Это чисто, то есть, вот, люди, которые, значит, должны отвечать, отвечают за отработку документов по передаче нашего городка, Щелково-7, они живут в Голицын, они живут в Перхушково, они живут в Москве. То есть, они сами не испытывают ни холода, ни, значит, отсутствие воды, ни нечищенной дороги, так сказать, отсутствие наружного освещения, там, и так далее. Конечно, военный гарнизон не банк, и он не может сам зарабатывать. Многое зависит от того, сколько средств поступит из вышестоящих органов на коммунальные нужды. Но и здесь командир части не просто пешка в чужой игре. Выход из сложной ситуации, по словам, кстати, бывшего командира этой части, все же можно было найти. Можно было потребовать, как-то элит, значит, добиваться, чтобы вышестоящая организация оказала больше помощи. То есть, дело-то, в общем-то, в Министерстве обороны уже получилось? Дело в том, что даже не в Министерстве обороны, а дело, значит, в работе глав КО, наверное, ракетных войск и войсковой части 32, это город Голицын, вот, кэч наша там. Почему? Потому что они эти вопросы все курируют. Я понимаю, что ни министр обороны, ни главком ракетных войск сами лично этими вопросами заниматься не будут. У них, наверное, есть все-таки дела и поважнее, чем Щелково-7. Вот, но есть для этого ответственные люди. Видимо, эти ответственные люди, уже видя, что документы подписаны, что документы в правительстве Московской области, они решили, значит, умыть руки, просто-напросто сказать, да ладно, Щелково-7 самой перебьет, все равно его скоро заберут. Пусть тогда город и расхлебывается. Конечно, выход у нас только один, это ждать быстрее, так сказать, передачи городу, потому что другого пути нет просто-напросто. Поскольку верят в то, что с передачи жилья городка в муниципальную собственность ситуация улучшится не только Александр Николаевич Попов, была организована инициативная группа. Эти неравнодушные к своей судьбе люди неоднократно пытались узнать, почему решение о передаче было принято еще в 96-м году, а ни в 97-м, ни в 98-м этого долгожданного действия не произошло. Они звонили, писали письма, устраивали митинги. Ответ получали всегда один и тот же. Щелковская администрация готова принять эти объекты, но нет решения Министерства обороны. Тогда, в марте 99-го, пригласили представителей обеих сторон на встречу. В 10-й школе на территории городка собрались жители и приглашенные. Среди них были депутат Государственной Думы Николай Сергеевич Столяров, заместитель главы администрации Щелковского района Николай Алексеевич Сорокин, командир войсковой части Сергей Григорьевич Чариков, генерал-лейтенант Анатолий Борисович Западинский. Вопросы на встрече все те же. В домах холодно, воды нет, дети болеют. У войсковой части нет средств содержать жилье. Почему до сих пор не передали жилищно-коммунальные объекты в муниципальную собственность? Я только сказал, стартым зданием я передам все городу. Вы поняли? Или нет? Однако сказать генералам проще, чем сделать. И в этом мы еще убедимся. К тому же принять полуразрушенное жилье просто так, без финансовой поддержки, никто не собирался. Городские службы прекрасно понимали, что приняв на свой баланс дополнительное жилье, им придется нести за него ответственность, приводить в порядок. И понимали, что для этого придется искать дополнительные источники поступлений в бюджет. Компромиссное решение предложил глава. Вы знаете, что жилищная отрасль дотационная. Население платит по постановлениям 40% с учетом льгот 27%. Вот представьте себе, 76,5-77% бюджет доплачивает. Мало того, что мы получаем негодное жилье, инженерные сети, мы еще должны из бюджета доплачивать, датировать отрасль для того, чтобы ее содержать. О каком развитии можно говорить? Поэтому мы так и ставим опрос. Воду обеспечить нормально, обеспечить работу на электрических объектов, котельные конкретные, подремонтируйте дома, восстановите уличное освещение, сделайте благоустройство. Денег нет, отдайте объекты, мы продадим, сами сделаем. Вот мы так ставим опрос. Вопрос, конечно, поставили непростой. Во-первых, из-под контроля командования части выйдет ряд прибыльных торговых объектов. А во-вторых, не будет жилья, не будет нужен и ряд должностей вышестоящей организации Голицынской КЭЧ. Но вопрос встал не вчера, а решаться все же когда-то нужно. Пока военные принимали свои стратегические решения, жителям Щелково-7 стало совсем не в моготу. Во-первых, перестала работать школа. В декабре месяце, 27 декабря, с СЭС поступила бумага, где было написано, что мне нужно дать ответ до 20 декабря, бумага поступила 27-го, до 20 декабря устранены ли неполадки в отоплении, так будем говорить. Потому что если это не будет устранено, то школа будет закрыта. Однако решение СЭС педагоги дожидаться не стали. Они сами решили не проводить занятия до тех пор, пока температура воздуха в школе не достигнет положенных 18 градусов вместо 6,8. Холодно бывало и раньше. Ученики и учителя давно привыкли видеть друг друга в верхней одежде и до, и во время, и после уроков. Но когда 26 января после аварийной ситуации в котельной температура в классах опустилась до отметки в 4 градуса, детей решили спасать. У нас же в квартирах тоже нет, об этом мы молчим уже, потому что здесь каждый сам по себе, в одиночку себя спасает. А тут ведь у нас дети, поэтому мы и возмущаемся. Однако не все жители военного городка обладают ангельско-педагогическим терпением. Инициативная группа жителей дома номер 18 по улице Неделина пригласила нашу съемочную группу, чтобы выразить свое возмущение и попросить о помощи. Мы не знаем причину, мы знаем, что мы сто лет уже сидим без воды, ну не сто лет, а пять последних, это мы сидим. Это у нас проблема не только нашего дома, это проблема всего городка, понимаете, у нас сегодня отменили в школе занятия, знаете, да, слышали уже об этом. Вот, потом по проспекту, вот сколько мы здесь живем уже 10 лет, вот такая история постоянная. У нас как-то так, знаете, ну разные периоды бывали, бывали светлые, бывали более темные такие моменты, там вообще постоянно. А последние, вот уже сколько времени, все страдают и молчат. Субьем одетые, думайте, как живем. Болеем бесконечно. Отапливаемся. А тут детки. Отапливаемся газом, электричеством отапливаемся. Мы вообще уже не живем, а мы просто существуем. У нас котельная, проблема с котельной. То есть, ну как вот за столько лет, сколько мы здесь живем, неужели невозможно сделать там ремонт? Ну, просто не верится, что невозможно это сделать. Не хотят. На все закрывают глаза. Потому что если вот крыша у нас затопила, мы обратились, составьте акт. Это нужно бегать там годами, годами, чтобы сделали. И у нас крыша протекает до шестого этажа. Ремонт это просто невозможно. Это уже в течение шести лет. Да, все это не менее шести лет. Где-то года полтора назад сделали, наконец-то сделали ремонт. Хватило, да, чуть больше года. Да, где он течет опять. Сейчас опять потекло. То есть, не капитально все делается. Да, вот залатали дыры, все. Мы идем, вот я, например, в домоуправление. Иду с начальником Цапиным, говорю. Вы знаете, я сам сижу без воды, у меня самого тепла нету. Обращайтесь в воинскую часть. В воинскую часть я звоню, а мне говорят, обращайтесь в домоуправление. Я говорю, да вы между собой разберитесь. Мы сидим без воды, без тепла, без ничего, а вы не можете между собой разобраться. Звоним в Голицыно. Вот и Люда звонила, я звонила. Да, 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 звонили. Они вообще не хотят с нами разговаривать. Трубку кладут и все. Бросают трубку. Я им говорю, говорю, говорю. Хорошо, все, на этом все заканчивают. А то и трубку бросают. А в ночь с 26 на 27 января, сразу после того, как мы побывали здесь в гостях, в подвале этого дома произошел пожар. Горела проводка. Почти сутки у этих людей в квартирах было не только холодно, но и темно. Именно в этих квартирах в этом доме. Случайность, наверное. Я хочу сказать, что и жители имеют свое конституционное право. Есть надзорные органы, есть прокуратура, есть суд, собственники, есть эксплуатирующие организации, есть деньги им платят. Почему не оспаривают свое право в суде? Значит, у меня обращение есть, я передал всем, и своим юристам, и в органы соответствующие. Но человек имеет юридическое право сказать, ребята, я имею право получать тепло, плачу деньги, мне его не дают. И собственник обязан проблему решать. Собственник обязан. По закону. А поскольку собственник все еще не Щелковский район, за ответом мы обратились к собственнику. Снова к военным. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Алло! Алло! Вас слушают? Здравствуйте! Здравствуйте! А можно попросить Федора Федоровича? Если он здесь. А кто спрашивает? Вот. Вас беспокоит телерадиокомпания Щелкова. Мы из Щелкова. По поводу состояния дел у нас в городке. Сейчас, минуточку. Подождите. Алло! Алло! Добрый день! Федор Федорович? Да. Добрый день! Вас беспокоит телерадиокомпания Щелкова. У нас к вам несколько вопросов вот такого характера. Значит, по поводу коммунального обслуживания в городке Щелково-7. Я думаю, что вы в курсе, что там ситуация не совсем такая нормальная. Моя речь сейчас записывается? Да, конечно. Да, чтобы вы имели в виду, что информация от вас... Пожалуйста, но вы без моего согласия мою речь не можете публиковать. Вы согласны? Давайте, если вы хотите, мы можем встретиться. Давайте встретимся. Когда и как? И где? Вы знаете, завтра я буду занят. Я не могу сказать. Перезвоните мне, пожалуйста, в понедельник. Наша информация уже пройдет в воскресенье. Я просто скажу о том, что вы до воскресенья не хотите с нами связаться. Давайте в субботу встретимся. Алло! Решили пойти выше, к уже известному генералу Западинскому. Но он, кстати, как и начальник войсковой части 26178 оказался в отпуске. Нашли исполняющего обязанности. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это не жители ходят. Вы вот тоже слушаете жителей, и те, которые палец о палец ничего не могут сделать. Ни юридически, ни физически. Это есть указ президента, в соответствии с которым до 2002 года все федеральная собственность, которая была у Министерства обороны и обслуживание которой Министерство обороны в сегодняшний день и дальше не будет в состоянии проводить, передается администрации. Так. Вот тогда такой вопрос возникает. А почему до сих пор еще не передана собственность этой воинской части? Давайте не будем играть в испорченный телефон. Я завтра буду находиться там в Щелково по одному вопросу. Так. Если у вас будет время, подъедьте, я там все на пальцах вам расскажу. Замечательно. Во сколько вы будете и куда нам подъехать? В районе не 11, а 10 часов буду еще. В 10 часов. Вы будете в городке? Да, да, да. Где вы там будете находиться? Ну вы спросите. Генерал-1 единственный. Это не Иголка в Стогусе. Будут знать, где он находится. Я, значит, представляю с телерадиокомпанией «Щелково». Меня зовут Екатерина Сорокина. Я обязательно завтра буду вас встречать там. Хорошо. Спасибо вам. До свидания. Мы действительно в назначенное время приехали к воротам части. Через КПП нам пройти не удалось. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, нам в дежуре не попасть в части. Мы тут пытаемся попасть к вам внутрь. Я знаю, но вас внутрь не пустят. Почему? Приказ. Кого? Командир. Командир части. Да, точно. Кстати сказать, не пустили нас, потому что не было у нас письменного разрешения пресс-службы Министерства обороны. Согласны, закон нарушать нельзя. Но нельзя, видимо, только нам, потому что сами военные пару раз уже нарушили его, приглашая нас безо всяких письменных разрешений то юбилей ракетных войск поснимать, то еще кое-зачем. Попытались пообщаться с генералом вне стен суперсекретного объекта. Добрый день, дежурная рекомендатория. Ну, сначала, поскольку телевидение хотят поговорить с командиром. Давайте нам трубочку, ты сам поговоришь с ними. Спасибо. Алло, здравствуйте. Хотела бы связаться с командиром части. Так. Скажите, пожалуйста, на месте или еще генерал, у вас ли он еще? А как мне можно с ним связаться? Он сам к нам выйдет. Он это сказал. А, то есть мы его ждем за территорией части, да? Спасибо. До свидания. Положенные по этикету 15 минут, а также еще три часа ожидания на морозе прошли, но Вячеслава Григорьевича Артеменко нам увидеть так и не удалось. Оказалось, это у него кредо такое, не встречаться с журналистами. И дело было вовсе не в секретности войсковой части 26-178, как сказал нам поначалу начальник штаба Колесник. И не в письменном разрешении. Это просто кредо у генерала такое. Об этом кредо, а также о теме визита генерала нам рассказал заместитель главы администрации Щелковского района Николай Алексеевич Сорокин. Он не генерал, он с журналистами встречается. Генерал сказал, что не хочет встречаться. Да, говорит, это моя кредо жизненная, в общем-то, я не хочу ни перед камерами, ни где-то сниматься, в общем-то, поэтому попросил сказать извиниться, я встречаться не буду. Они просто попросили сейчас помощи, какой, в общем-то, переговорить сейчас с Щелковским трестом газохозяйства, чтобы они, значит, помогли, с каким образом, сейчас правильно сказать. У ракетных войск, вот по котельным, есть подрядная организация специализированная, которая занимается наладкой этих котлов газовых, в общем-то. И они обратились в Щелковский трест газохозяйства, а трест говорит, в общем-то, эта организация не имеет, мол, лицензии, значит, нужно получить в Государтехнодзоре эту лицензию, в общем-то, но они с этим решением не согласны. Они говорят, эта организация работала везде, работает у них как подрядная организация по России, и в Якутске, там, допустим, и в Челябинске, везде. А здесь, мол, это не проходит. Вот, поэтому мы договорились, сейчас Макуров остался, возьмет двоих военных тоже, представитель КИЧИ здесь, в общем-то, да, и представитель их, значит, энергетик. И они сейчас выедут в Щелковский трестовый газ, с Куликовым, в общем-то, и разберутся с документацией. А на сегодня, на утро мы получили сообщение, действительно, что у них идет, ну, как они выразились, не разморожение, а порыв по теплу. Значит, это где-то между садиком, и, по-моему, неделя на 18. Да, в общем-то, ну, по их просьбе наша теплосеть должна была выделить сейчас экскаватор туда, для этого вскрыть. Да, экскаватор. Ну, вот техникой поможем. Подписали, наконец-то, они договор о сотрудничестве, о совместной деятельности нашей Щелковской теплосеи с воинской части, для того, чтобы можно было, вот, нашим специалистам непосредственно котельной работать и оказывать техническую помощь. А что касается передачи, генерал сейчас проинформировал о том, что все-таки они выполнили свою часть работы, как мы в договоре говорим, что до 1 февраля они согласуют реестр имущества передаваемого. И они говорят, сейчас эти документы, их специалисты находятся в Мингосимуществе и как раз уже подходят к инищу. То есть никаких секретов. То есть решались, как видно, абсолютно мирные вопросы, так важные для работников мирного космоса, живущих в Щелково-7. И, похоже, все налаживается. Самую малость осталось дождаться-таки передачи гарнизонного жилья в муниципальную собственность. Я своим распоряжением обязывал нашей инженерной службе войти в эксплуатацию с началом отопительного сезона. Но мы столкнулись с двумя моментами. Первое. Энергетические объекты – это объекты Энергозгород-технодзора, и мы не имеем юридического права туда приходить, направлять своих рабочих. Мы можем только, так сказать, консультировать, чем мы и занимаемся. Ну и второе, естественно, квартирную плату люди платят собственнику реально в КЭТ. И мы этот поток юридически тоже не можем решить. Поэтому эти два момента не позволили нам прийти официально хотя бы в эксплуатацию энергетических объектов. Мы все, что можно, порешали. Мы сняли проблемы с газоснабжением. Мы посняли проблемы с оплатой газовосоставляющей. У нас договора заключены с международным газом. То есть правовые вопросы все решены. Осталось последнее, так сказать, усилие, последний шаг. И я думаю, надеюсь, что и руководство гарнизона, и руководство ведомства приложат последние, так сказать, усилия с тем, чтобы вопрос, ситуацию дожать, чтобы мы реально начали в феврале, в марте, так сказать, принимать, значит, имущество, на которое, кстати, нет реестра еще, и его нужно регистрировать. Отпительный процесс. Мы готовы принимать и сразу вступать. Так что я не вижу здесь проблем организационных. Я даже, ну я понимаю, что к руководителю территории я обязан принести людям извинения за причиненные неудобства, но это не мной и не моим руководцам допущены, не под моим управлением допущены эти, значит, безобразия, недостатки. Я просто понимаю, сочувствую и предпринимаю меры, но это выше моей компетенции. Поскольку в недалеком будущем щелковские коммунальные службы начнут заниматься городком на законных основаниях, уже можно строить планы. Мы обеспечим за летний период времени подготовку инженерных сетей и энергетических объектов. Это подстанции, коновесок, ЦТП и котельные. Вот это мы, конечно, подготовим. Второе, мы, конечно, посмотрим и проинвентизируем то жилье, которое есть, потому что там оно строилось таким методом. Дом ради дома и не более того. Мы поэтому и новый дом там притормозили, чтобы разобраться, что там в поселке получается. Естественно, наверное, мы сможем, если получим реально вот этот объект, встроенный, пристроенный социально, мы сумеем, наверное, объявив конкурс, реализовать реальным собственникам и вырученные деньги направить на поддержание жилья. Я думаю, что если оперативно в первом квартале вот все дело пройдет, то начиная с апреля месяца у нас будет возможность этими вопросами заняться. Тем более, вы сами видели вот и в эфире, что наша инженерная служба достаточно серьезная организация. А пока на улице зима, в домах жителей Щелково-7 холодно, а школа до сих пор закрыта. И по случайности ли, или по чьему-то злому умыслу, уже пятый год подряд не смогут служители Щелковского коммунального хозяйства помочь страждущим жителям Щелково-7. Не имеют права. Жители Щелково-7 безусловно заслуживают уважения, замужества и терпения, с которым они переносили тяготы и лишения последних пяти лет. Но если некоторым генералам все еще можно верить, почти все эти горожане скоро станут полноправными Щелковцами. Почти все. Потому что 40 семей, живущих в общежитиях, не станут такими горожанами. С общежитиями военные расстаться не согласились. А зря. Мы три года здесь живем. Здесь родился ребенок мой. Ну и три года здесь существуем. Какая у вас площадь здесь жила? 18 метров. А вот расскажите, коммунальные услуги какие-то у вас вообще ездят? Тепло, вода? Воды горячей очень редко. Вода горячая. Холодная тоже с перебоями. Отопления практически нет. А чем вы топитесь? Обогреватель. В этих, хочется сказать, бараках есть одна кухня на всех, один душ тоже на всех. На кухне и в душе грибок. У детей положительная реакция манту на туберкулез. Готовят женщины у себя в комнатах, что строго запрещено правилами общежития. Но на такой кухне много не приготовишь. Обогревательные приборы, как водится, везде. Проводка сначала горит, а затем ремонтируется с завидной регулярностью. Но эти общежития городу переданы не будут. Командующие обещают их расселить. То ли в казармы, то ли в новый дом. Но сказать, как мы это уже поняли, проще, чем сделать. Или это снова кредо такое. Заставлять людей ждать и мучиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова